Добрый день или вечер или доброй ночи уже по Москве. Давайте я без вступительных слов отвечу на те вопросы, которые вас интересуют. Добрый день, Павел Зарубин, телеканал «Россия». В кулуарах саммита буквально витали страхи по поводу последствий Брексита, избрания Трампа. Многие считают, что эти события могут привести и плохо сказаться на планах по развитию торговли в зоне стран АТС. Вы такие страхи разделяете? Нет. Да и страхов я ещё особенно не видел, не слышал, где нет. Виталий в каких кулуарах – неведомо. Конечно, вопросы такие есть, и этими вопросами коллеги мои задаются. Ну, собственно говоря, это очевидно. Но страхов здесь быть не должно. Всё так или иначе на свои места встанет. Что касается Брексита, то многое будет зависеть от формы выхода Великобритании, от темпов. Есть, конечно, определённые угрозы, но мне кажется, что всем хватит здравого смысла, нашим коллегам в Евросоюзе и в Великобритании специалисты очень хорошие. Поэтому уверен, абсолютно спокойно ситуация будет развиваться, и нагнетать здесь ничего не нужно. Я сомневаюсь, что кто-то предпримет шаги в себе, в ущерб, и наши британские коллеги, и европейские. Так что, конечно, определённые угрозы есть, но я почти не сомневаюсь в том, что удастся их обойти. По поводу вновь избранного президента Соединённых Штатов мы все хорошо понимаем, все знают о том, что между предвыборной риторикой и реальной политикой большая разница всегда, практически во всех странах. Что касается заявлений господина Трампа о том, что он хотел бы вернуть в Соединённые Штаты промышленные предприятия, создать и обеспечить тем самым новые рабочие места в своей собственной стране, ничего здесь плохого. Это ведущая экономика мира Соединённые Штаты, и от того, как она будет развиваться, насколько успешно будет решать стоящие перед ней проблемы, в том числе проблема очень большого государственного долга, будет зависеть в значительной степени здоровье экономики мировой. Я думаю, что не менее важно, как будет вести себя ФРС, как будут меняться ставки, как будет укрепляться доллар, будет ли он укрепляться, какими темпами. Вот от этого, конечно, очень многое зависит в развивающихся экономиках, в развивающихся рынках. От этого зависит, как будет вести себя национальная валюта стран АТЭС, как будут двигаться финансовые ресурсы. Вот всё это обсуждалось, но обсуждалось в абсолютно рабочем, спокойном режиме. Добрый вечер, Михаил Акинченко, Первый канал, программа «Время». Владимир Владимирович, вот уже не первый год внутри пространства АТЭС идут разговоры о, ну и действия предпринимаются, о создании каких-то внутренних экономических блоков, закрытых совершенно, несмотря даже на критику, возражения. И, насколько известно, даже на этом саммите прошла кулуарная встреча, посвящённая Транстихоокеанскому торговому партнёрству. Вы уже не раз высказывались по этому поводу. Вот скажите, ваше мнение за… вот сейчас не изменилось, и может ли Евразес составить какую-то конкуренцию этим закрытым блоком или чем-то им ответить? Спасибо. Моя позиция не изменилась. Более того, я сказал ещё раз о том, что мы считаем, Россия считает, но, собственно говоря, не только Россия, и многие другие страны считают, что и МВФ сегодня, Лагар тоже об этом говорила, Кристин, о том, что одним из факторов восстановления экономического роста в мире является развитие международной торговли. А международная торговля, по моему глубокому убеждению, не может эффективно развиваться без свободного движения товаров, капиталов, лучшей рабочей силы. Но ограничений, к сожалению, много. Наша позиция заключается в том, что региональные объединения важны и нужны. Это естественный процесс, но они должны создаваться и развиваться на базе универсальных норм, принятых во всемирной торговой организации. Вот именно таким образом создавалось и на этой основе функционирует Евразес, Евразийский экономический союз. Он никогда не ставил перед собой целью создать какую-то конкуренцию с другим региональным организациям. И, конечно, имея в виду объёмы экономики, скажем, стран Евразийского союза и того объединения, которое создаётся на Тихоокеанском пространстве, они неспоставимы, и здесь мы не собираемся ни с кем конкурировать в этом смысле. Но, как вы знаете, мы говорим о возможности объединения Евразийского экономического союза с планами Китайской народной республики по их реализации идей китайского руководства и председателя Си Цзиньпиня, касающегося экономического пояса «шёлкового пути». Вот это как первый шаг. Вторым шагом могло бы быть развитие кооперации в сфере уже Шанхайской организации сотрудничества и других азиатских объединений. И таким образом можно было бы создать широкое достаточно кооперационное объединение в рамках Евразийского континента. Вот если нам удастся пойти по этому пути, то тогда, конечно, это будет сопоставимо с тем, что сейчас создаётся в рамках или в зоне Тихоокеанского партнёрства. Но, на мой взгляд, если мы хотим эффективно влиять на процессы, происходящие в мировой экономике, то никаких закрытых объединений создаваться не должно. А если это будет происходить именно таким образом, то это не пойдёт на пользу ни развитию мировой торговли, ни мировой экономики в целом. Меня зовут Комаки, японская газета Асахи. Скажите, пожалуйста, насколько мы знаем, во время встречи с премьером-министром Японии, господином Абе, вы предложили совместное экономическое сотрудничество на Крыльевских островах. Скажите, пожалуйста, какое именно сотрудничество вы имеете в виду? Это первое. Второе. Всегда господин Абе подчеркивает важность нового подхода для разрешения проблемы мирного договора. Скажите, пожалуйста, какой подход вы считаете новый? И для вас какой подход старый? Спасибо. Мне бы очень не хотелось забегать вперёд по вопросу о основной проблеме, которой мы занимаемся, именно подготовка к подписанию мирного договора. Думаю, что и для Японии, и для России совершенно очевидно, что отсутствие такого договора между Россией и Японией – это анахронизм прошлого, который мешает нам двигаться вперёд, развиваться, тем более, что Россия и Япония являются абсолютно естественными партнёрами друг для друга в регионе, естественным образом дополняют друг друга, или могли бы дополнять, если бы отношения базировались бы на мирном договоре, которого, к сожалению, до сих пор нет. И Россия, и Япония хотят заключения такого договора. Путь к нему непрост, мы давно этим занимаемся, не хотелось бы возвращаться далеко в историю этого вопроса. Тем не менее, ваша позиция нам хорошо известна. То, что касается Курильских островов, это результат Второй мировой войны, и мы считаем, что это на сегодняшний день суверенная российская территория, закреплённая в международных документах после Второй мировой войны. Но мы готовы вести диалог с нашими японскими партнёрами. Мы говорим о том, что различные варианты возможны. Напомню, что в 1956 году был заключён соответствующий документ между Советским Союзом и Японией, где предполагалось, что Японии будут возвращены два острова. Не говорилось, на какой основе, под чьим суверенитетом останутся эти два острова, на каких условиях они будут переданы. Мы знаем позицию японской стороны, которая говорит о четырёх островах. Это всё предмет наших переговоров. Но ещё раз хочу подчеркнуть, и Россия, и Япония, мы искренне хотим заключения мирного договора и ищем пути того, как это сделать. Что является старым подходом, что новым подходом, я не знаю. Я знаю только одно, что вот это стремление нужно поддерживать всячески. На базе чего могла бы быть достигнута договорённость? На базе повышения доверия друг к другу. А это доверие, один из путей достижения этого доверия – это расширение сотрудничества. Именно поэтому премьер-министр Японии, господин Абба, предложил свою программу расширения деловых и экономических связей. Его программа состоит, по-моему, из восьми пунктов. Это реализация достаточно крупных проектов, и не только на островах, но и между Россией и Японией в целом. Мы говорили на последней встрече о том, что можно было бы сделать совместно, собственно, на островах. Это решение и экономических, и некоторых гуманитарных вопросов. Но пока об этом говорить рано, потому что окончательных договорённостей нет. Мы продолжим наши контакты и на уровне Министерства иностранных дел. Диалог восстановлен по инициативе японской стороны. Мы договорились, что если состоится мой визит в Японию, то весь этот комплекс вопросов будет основным и на нашей встрече во время моего визита. Здравствуйте, Владимир Владимирович, агентство «Интерфакс». Для многих стало неожиданностью история с господином Улюкаевым. Вы не могли бы прокомментировать эту историю? Насколько эта история может сказаться на итогах передачи госпакета Башнефти-Роснефти? Когда надо ждать нового министра? Есть ли кандидатура? Ну что же здесь комментировать? Это в конечном итоге должны прокомментировать правоохранительные органы и судебные органы. Только после этого можно сказать что-то по сути. Но сам факт того, что это состоялось, это печальный очень факт. Но я бы хотел сказать только то, что мы и дальше будем проводить работу, связанную с тем, что нетерпимо будем относиться к любым проявлениям подобного рода. На мой взгляд, я в этом глубоко убеждён, такие действия правоохранительных органов не только не наносят ущерба деловому климату, а наоборот, только укрепляют деловый климат в России. Все должны знать, и наши партнёры, и внутри страны, мы все сами должны понимать и знать, что вне зависимости от служебного положения, кого бы то ни было, закон будет применяться одинаково ко всем. Что касается сделки по Башнефти, то никак это не может повлиять, это событие печальное, на сделку Роснефти по приобретению пакета Башнефти. Более того, мы рассчитываем на то, что синергетический эффект будет значительным. Ведь мы когда высказывали сомнения по поводу целесообразности приобретения Башнефти Роснефтью, мы говорили о том, что контрольный пакет в Роснефти принадлежит государству. Но это, кстати говоря, не государственная компания, значительный пакет 19,5%, по-моему, процентов, сколько там, принадлежит иностранному участнику, Бритиш Петролиум. А вот следующий шаг приватизации самой Роснефти – это прямая приватизация госсобственности. Поэтому мы в этом смысле никак не отказываемся от своих первоначальных планов по приватизационным сделкам. И, разумеется, и правительство, и менеджмент Роснефти будут работать над реализацией второго шага этого плана, то есть над продажей пакета самой Роснефти. Да, кандидаты, конечно, есть, их несколько. Мы с председателем правительства только что об этом говорили, с некоторыми другими членами правительства. У нас как минимум 3-4 человека есть кандидаты. Я вот сейчас вернусь, мы окончательно с этим разберёмся и поставим точку. Владимир Чернышев, Телекомпания НТВ. Мы видели, что Вы сегодня пообщались с президентом Обамой, который покидает свой пост. Вот приоткроете тайну, о чём Вы с ним говорили. Видимо, это Ваше заключительное общение с президентом Обамой. Возвращаясь к Вашему разговору уже с избранным президентом Трампом, есть ли всё-таки договорённости о первой встрече? Ну, что в таких случаях? Обычные вещи. Мы отметили, что, несмотря на то, что диалог между нами шёл непросто, было сложно, можно сказать, даже работать друг с другом. Но и я, и президент Обама отметили, что мы всегда с уважением относились к позиции друг друга и друг к другу. Я поблагодарил его за эти годы совместной работы и сказал, что в любое время, если он сочтёт возможным, и представится такая, будет необходимость и желание, мы будем рады видеть его в России. Да, а что касается разговора по телефону с избранным президентом США, вновь избранный президент Соединённых Штатов подтвердил свои намерения по нормализации американо-российских отношений. Со своей стороны я, конечно, сделал то же самое. Мы всегда об этом говорили. Вопрос о конкретной встрече и о возможной дате этой встречи не обсуждался, но мы констатировали, что, может быть, было бы полезно организовать встречу наших сотрудников. Но пока мы видим, вновь избранный президент Соединённых Штатов активно занимается формированием своей собственной команды, поэтому говорить о том, что даже сотрудник встретиться в ближайшее время затруднительно, поскольку и сотрудников-то у него пока официальных не появилось, подождём, время ещё есть. — Лена Глушакова, РИА Новости. Если можно, мне одно уточнение в развитии вопроса моего коллеги. Один вопрос. Сохраняется ли у вас после ареста Улюкаева доверие к Кабинету министров в целом? — И второй вопрос по поводу встречи ОПЕК, которая в конце ноября пройдёт. Как Вы считаете, насколько всё-таки реально там будет достигнута договорённость про ограничение добычи? Насколько это важна договорённость для Российской Федерации? И есть ли уже, опять же, какие-то предварительные намётки по тому, что российские компании согласились сделать это с нашей стороны? Спасибо. — Что касается печального события, связанного с задержанием нашего министра экономики, то это никак не отразилось на моём отношении к правительству в целом. Правительство работает профессионально, и несмотря на всю критику, которая естественна, а правительство всегда находится под особым вниманием со стороны общественности, и каждый его шаг анализируется, мы все работаем не без ошибок. Наверное, можно было бы кое-что делать и правительству побыстрее. Но в целом, повторяю ещё раз, я считаю, что правительство работает эффективно и достаточно результативно в тех непростых условиях, в которых нам приходится функционировать. Кстати говоря, и сегодня, когда мы в первой части встречались с госпожей Лагард, я с ней тоже говорил на эту тему, и МВФ подтверждает, и мои оценки совпадают с оценкой работы финансово-экономического блока правительства и Центрального банка. А что касается предстоящей встречи ОПЕК и нашей позиции, она остаётся неизменной, мы уже об этом говорили неоднократно. Мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу на той полке, на которой сейчас находится эта добыча. Мы не видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора. С компаниями, с ведущими министр энергетики, постоянно в контакте, и они готовы к такой работе. Будет ли достигнута договорённость, на 100% я сказать не могу, но большая вероятность того, что она будет достигнута, у меня есть. Потому что основные противоречия, которые были внутри ОПЕК, как мне представляется, основные, хотя, может быть, не все, но основные в целом, если не устранены, то могут быть устранены, потому что острых вопросов, насколько мы себе представляем, уже не осталось. Ну а мы сделаем со своей стороны всё, чего от нас наши партнёры по ОПЕК ожидают. Во всяком случае, заморозить добычу для нас не представлять никакого труда. Александр Юношев, я думаю, вы могли, если было время, прочитать из новостей, или вам докладывали, самолёт, который следовал сюда на саммит перед вами, с чиновниками, с нами, сопровождали на очень близком, опасном расстоянии швейцарский ВВС. Всё-таки что это было, акт агрессии или акт уважения, и приблизились ли истребители В-18 к борту номер один нашему? Будем считать, что это почётный экскорт. Как вы оцениваете подготовку, нынешняя подготовка вашей визита в Японию? Это первый вопрос. И второй вопрос. Два года назад вы сказали, шайба, наверное, это хоккей в Японии. Но как вы думаете, до сих пор шайба хоккей, уже немножко шайба двигается на ряду? Спасибо. То, что мы договариваемся о следующих контактах, в том числе в Японии, мне кажется, что это уже признак того, что что-то двигается в наших взаимоотношениях. Что касается подготовки, то она только начинается, поэтому об этом ещё рано говорить. Хотя, если считать, что те дискуссии, которые мы восстановили с японскими нашими друзьями по заключению мирного договора, начались, то это уже в известной степени прогресс. Пожалуйста, давайте последний. Завершающий. Егор Сазаев-Гурев, газета «Известия». Вы встречались с новым лидером Филиппин. Он до этого неоднократно очень положительно от вас говорил. Как вам эта встреча? Можно ли считать, что у нас появится новый союзник в этом регионе? Вы насчёт союзников России знаете уже, поэтому я повторяться не буду. Что касается взаимодействия более продуктивного и предметного, в том числе с Филиппинами, это вполне возможно. Во всяком случае, президент Филиппин высказал заинтересованность в развитии таких отношений. Мы тоже, разумеется, настроены на то, чтобы развивать отношения со всеми странами. ОТЭС, Филиппины – большая страна, большая экономика, и мы договорились о том, что проанализируем все возможности. Сегодня объём торгово-экономических связей незначительный, но, тем не менее, взаимный интерес есть. Есть направление, по которому мы точно совершенно можем развиваться. Это и машиностроение, это авиация, это космос, это некоторые направления высоких технологий, та же энергетика, военно-техническое сотрудничество. Здесь может быть много интересных взаимных проектов. И мы договорились о том, что мы сейчас создадим соответствующие инструменты переговорные и будем вычленять наиболее перспективное и реализуемое в самое ближайшее время. Спасибо вам большое. Всего доброго. Хорошей дороги.